Приветствую вас! Ну, давайте мы с вами для начала определимся вот в чем. Вы одна по собственному желанию? Или вы одна вынудима? Понимаете, если вы одна по собственному желанию, то это ваш выбор. Ну, нетипичный, конечно, оригинальный, безусловно, но это ваш выбор. И я думаю, что, как любой выбор любого человека, ваш выбор нужно уважать в любом случае. Если же вы вынуждена, вынудена одна, вынудена одиноким, то в таком случае, конечно, вам имеет смысл поработать над тем, почему так произошло с вами. Значит, смотрите, какая получается ситуация. Вы говорите о том, что, значит, вы не понимаете людей. Вы не понимаете людей и не любите их. Мне бы хотелось, чтобы вы поддергались определить, значит, почему вы людей не любите, из-за чего вы их не любите. Это очень важный момент. Очень и очень важный момент, почему вы не любите людей. То есть, не понимаете вы их потому, что вы их не любите. Не понимаете вы их потому, что они не принимаются вами. Люди не принимаются вами. И из-за этого вы и не в силах их понять. А если вы не в силах их понять, это значит, что не в силах их полюбить. К сожалению. Но я предлагаю вам немножечко другое. Я предлагаю вам подумать вот о чем. Если вы стеснительны, как вы говорите, и через чух восприимчивы, то есть, к высказываниям других людей, значит, вы не уверены в себе. Ну, не уверены в себе вы. Потому что... Потому что... Вас легко задеть. Вы обижаетесь. Я думаю, что нужно обязательно вам понять причины своих обид. Нужно обязательно понять, почему вы обижаетесь. С чем это связано. То, что вы обижаетесь. Вот. И... Для себя... Для себя... Постараться увидеть, что же, собственно говоря, обращают ваши обиды. Что они значат... для вас. И... Вот тогда... Если вы поймете, что они значат для вас. Эти обиды. Что они... отначают. Вы, скорее всего... Вы, скорее всего... Перестанете раздражаться. Потому что... Для... Раздражения... Не будет оснований. Ведь задевает только то... В чем вы в себе не уверены. С уверенностью в себе... С уверенностью в себе... С уверенностью в себе нужно... Работать. Безусловно. А если у вас... Будет желание... Это... Это сделать. Если у вас... Будет... Будет... Желание... Поработать долго, то... Обязательно обращайтесь... К психологу. Обязательно обращайтесь... Значит... К специалисту. Для того, чтобы... Вам помогли. А если... У вас... Если мы с вами говорим о... Значит... Стеснительности... То... Стеснительность это... Непринятие себя. И если мы говорим о непринятии себя... То есть... Непозволение себе быть той... Какая вы есть... То... Нет ничего удивительного в том... Что... Непозволяя себе... Быть... Той... Кто вы есть... Вы и... Другим людям... Не подволяете также... Быть теми... Кем являются они... Они... И именно поэтому... Вы не любите людей... Потому что... Вы себя... Не принимаете... В чем-то где-то... Как-то... А... А... А другие люди... Как бы... Они... Показывают вам... Это... Они... Намекают вам... На... Это... На то... Что... Вы... Себя не принимаете... И... Это... Непереносимо... Для вас... Соответственно... Сперва... Нужно... Принять... Себя... А... Потом уже... А... Начинать... Принимать других... Это... А... И является... Значит... Это... И является... Эм... То... Это является тем... Эм... Значит... Ну... Что вам нужно сделать... Это... И является... Тем... Основным... Что... Вам... Необходимо... Понять... Понимаете? Это... Эм... Собственно... Такие... Очень... Важные... Вещи... Если мы говорим... О... Эм... Хотите... Как-то... Ситуацию... Изменить... Если вы... Хотите... Изменить... Эм... Эм... Ситуацию... Ну... Как бы... Эм... Во... 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 Хотели... Вы... У вас... Получилось... Следующий важный момент... Вы говорите о том, что вы... Грустная... Давайте... Подумаем... А... Грустная вы... Почему? Что... Эм... За... За... Заставляет вас... Быть... Грустным... Ведь... Если... Вам хорошо... С собой... Наедине... С собой... Если... Вас все устраивает... Вряд ли... Ну... Вряд ли бы вы... Стали грустить... Эм... Вряд ли бы вы... Стали... Эм... Испытывать... Грусть... И... Что... Самое главное... Что... Самое главное... Вряд ли бы вы... Эм... Стали бы... Сравнивать себя с другими людьми... Говорить... Вот у других друзья... Другие радостные... А я грустная... Все время... И тем самым... Вы... Пытаетесь... Принизить... Других... Вы пытаетесь... Принизить тех... Эм... Кто... Ну... Кто вам... Эм... 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 Принизить тех... Кто... Кому вы... В глубине души... Примите... Понимаете? Это... Очень такой... Такой... Важный момент... Если вы... Эм... Хотите... Ситуацию поменять... Понимаете? Если вы... Хотите... Ситуацию... Изменить... И... В этом... Случае... В... В этом... Случае... Вам... Необходимо... Работать... Работать над собой... В любом... Случае... Ага... То... Если вы... Принимаете... Эм... Ну... Наличие... Эм... Проблемы... Да... Эм... То... Нужно с ней то-то делать... С этой... С этой проблемой... И... Вопрос весь в том... Хотите ли вы этого... Или нет... Я... Я думаю, что... Эм... Проблема ваша... Проблема ваша... Эм... 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 вам, которые, видимо, изначально вложили вам неверный посыл, неверные ценности, неверные идеалы, вот, ну а самое главное, конечно, это то, что вы себя не принимаете, это вот самое-самое главное, я думаю, что именно так можно ответить на ваши вопросы, то есть вы говорите, что я очень одиноко без друзей, но при этом вы говорите, что я чувствую себя прекрасно одна, что не так, а вот не так именно то, что вы очень одиноки без друзей, но при этом вы прекрасно чувствуете себя одна, это противоречие, и это несовместимое противоречие, несовместимое в том плане, И что оно невольно, хотите вы этого или нет, порождает негатив. Оно невольно, хотите вы этого или нет, будет постоянно фонить негативу. Просто потому, что нельзя совместить одиночество и неудовлетворенность от него. И чем-то вам прекрасно без людей. Кроме того, если у вас действительно никого нет в окружении, то есть если вы прямо совсем не понимаете людей и не любите их, то это называется социофобия. Социофобам действительно очень тяжело. Но это лечится, это прорабатывается и это убирается. Путем расхития, путем личностного роста, путем проработки страхов и так далее. Вы не написали свой возраст, но я не думаю, что вам очень много лет. А соответственно, это вполне можно преодолеть. Было бы ваше желание. Итак, давайте по порядку. Не понимаю людей я не люблю, потому что не понимаю себя я не люблю себя. Стеснительный я чересчур, потому что не принимаю себя. Агрессивно реагирую на все, потому что многое меня обижает. И для того, что я пытаюсь убежать от самой себя. Сравниваю себя с другими, потому что сама себе хожусь плохой, неудачницей и так далее. Но при этом не хочу признавать это, признавать наличие проблем, признавать, что у меня не все в порядке. И поэтому говорю, что прекрасно чувствую иногда себя. Вы говорите, что я слишком серьезно. Почему? Почему вы слишком-слишком серьезно? Зачем вы постоянно слишком серьезно? Подумайте об этом. Какую цель вы преследуете? Я бы начал с простого разговора, с разговора с вами. Если вы не понимаете людей и не любите их, то очевидно, что были некие ситуации в вашей жизни, когда люди проявляли себя по отношению к вам, ну, довольно, скажем так, негативно, да, раз вот вы остороженно относитесь к людям. Вы, их негативное поведение восприняли на себя, подумали, что все дело в вас. У вас закрепились неверные, неправильные понятия, и из-за этого вы, собственно говоря, закрылись от людей. Потому что то, что у вас, это защитная реакция. Самая настоящая защитная реакция. И думается мне, думается мне, что, конечно, когда вам нечего будет защищать, ничего не нужно будет защищать, причин для такого поведения у вас просто-напросто не будет. Но для того, чтобы понять, что именно вы защищаете, ну, да, работа с вами. Опять-таки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.